Еще совсем недавно на этой контейнерной площадке по улице Елизарова, 36, был беспорядок. Отвратительный запах и разбросанный вокруг мусор доставляли местным жителям большие неудобства. Из-за того, что подъездная дорожка к контейнерам была разрушена, люди не могли к ним подойти, и мусор оказывался на земле. Сейчас дело наладилось, говорят местные жители. В порядок привели не только саму контейнерную площадку, но и подъездные пути к ней. Изменения, конечно, налицо. А что, вот какие изменения, что изменилось? Ну, во-первых, положен новый асфальт – это раз. Во-вторых, есть территории ограниченные, которые именно для контейнеров, именно крыша, то есть мусор уже не будет мочить, не будет он тяжелый, не будет там все раскисать и киснуть, и протекать с контейнеров. То есть, я думаю, что это положительные варианты. В Самаре в ремонте нуждались более 800 контейнерных площадок. Часть из них находится на балансе внутригородских районов, часть – у города. В этом году в порядок привести запланировано почти 200 городских площадок. На их ремонт потратят больше 50 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас подрядчик выполняет работы по устройству, то есть проведены демонтажные работы на 120 площадках. Все эти площадки 120 находятся сейчас в монтаже. Уже есть готовые контейнерные площадки с благоустройством. Ведомственная группа регулярно выезжает на места, чтобы проконтролировать ремонт. Ежедневно ход работ мониторит представитель МБУ «Городское хозяйство». К рабочей группе присоединилась глава Самары Елена Лапушкина. Как было, и сейчас мы вообще. Красная площадь у нас. Все работы должны закончить до 30 сентября. Для того, чтобы уложиться в срок, подрядчик увеличил число бригад и скорректировал график. Мария Левина, Николай Епофанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова